привет друзья сегодня мы вышли в море в районе таревьехи на небольшой лодочке класса мини трансад длиной шесть с половиной метров володя ее хозяин здесь занимается тем что катает людей и я конечно же сейчас его спрошу и он все расскажет как этим заниматься попозже будет обзорчик этой лодочки вообще просто для тех кто вот любит выходить в море на своей лодке заодно зададим по вводе несколько вопросов так что поехали ветра сегодня практически нет дует ну я не знаю 8 10 узлов максимум нет нету шести нету вот должно бы было раздуть но не раздувает идем поэтому поэтому зато нас слышно а не ветер слышно володя заодно сейчас выкидывает рыбку половить насти возможно что-нибудь поймаем идем в море кстати для тех кто едет в таревьеху очень рекомендую потому что недорогой отдых на яхте можно совершенно спокойно пройтись прогуляться под парусом расскажешь нам про то чем ты занимаешься про эту лодочку вообще давай для начала начнем того можно ли вообще приехать людям вот так вот в испанию и выйти с тобой на часок-другой просто прокатиться и сколько это будет стоить прекрасно можно конечно выйти в это хорошее море прогуляться под парусами и цена самая что ни на есть такая экономная демократичная это называется в нашей стране это называют демократичная лучшая цена на побережье получается 15 евро в час человека два человека 50 евро и два часа пожалуйста прогулка по морю рыбалка купание и наслаждается люди этой красотой морем ветром парусами и все это прекрасно вот к небольшая но она очень уютная и удобная безопасная абсолютно она не тонет эта лодка специальные блоки спины в ней у нее внутри и она не тонет и не переворачивается потому что хороший киль стоит тяжелый даже если бросишь руль там и давали парусами на воду она поворачивается носом к ветру и восстанавливается и практически не переворачивается не тонет это для безопасности я такой лодки не знаю такая очень хорошая лодка также она очень крепкая потому что спроектирована была для пересечения атлантического океана и в одиночку этот трансатлантик поэтому мне очень нравится эта лодка я счастлив что она у меня есть все прекрасно и пожалуйста я приглашаю всех кто хочет приехать в Таревьеху и прокатиться по морю на паруснике получить в море удовольствие пожалуйста милости прошу в реал клуб наутика Таревьехи Владимир я оставлю в описании можно напрямую обращаться те кто в Испанию едут те могут обращаться куда мы можем вот на такой лодке допустим зайти за два часа в принципе по побережью можно пройтись час в одну сторону час в другую но ходил я на этой лодке до картогены отсюда это переход дневной на табарку коса три-четыре туда идти можно сходить на остров табарку там побыть покупаться и вернуться за день ну вот такие вот недалекие путешествия можно далеко на ней идти через океан перейти но сам смысл если нужно значит можно пойти ну а мы в принципе для удовольствия выйдем покатаемся и опять домой спать сколько суточных если вот допустим люди захотят там на пару дней взять водку сколько берешь за день да я договоримся в принципе тут не в деньгах в общем-то дело а в удовольствии чтобы всем было хорошо вот в каждом большом если когда-то куда-то далеко идти значит ну подговорим это все я говорю что у меня цена на водку самая экономичная самая лучшая цена на побережье поэтому можно искать долго но все равно лучшие цены чем у меня не найдет то есть друзья на самом деле как бы если коротко говорить то выйти в море и насладиться ну вот лично я ходя на больших лодках не получаю такого наслаждения как сидя вот на этой маленькой лодочке очень близко к воде я понимаю что путешествовать и ходить допустим в длинные переходы ну это одно дело а для тех кто хочет вообще просто попробовать пару для тех кто хочет познакомиться с интересными людьми кстати действительно интересными людьми просто чистая история волос вот как бы сколько стран сколько путешествий про огненную землю там где вокруг обошел и все остальное эти истории я уже просто прослушал ребят как бы но это действительно великолепно то есть вы пойдете не только с человеком который может водить лодку но вы пойдете еще с человеком который может водить лодку и может рассказать об этом всем очень интересно. Это можно длинно рассказывать и долго. В общем, если так в двух словах сказать, Южная Америка, весь берег Умагуая и весь берег Аргентины, дровогненной земли, я прошел как парус. А также был во всех странах Европы и морях Европы. Ну что могу, друзья, сказать? Техника нас подводит в самый неподходящий момент, и поэтому придется вам выслушать эти интересные истории от самого Владимира, когда вы уже приедете к нему на лодку. А пока просто предлагаю насладиться хроникой нашего выходного путешествия на несколько часов в районе Таревьехи, но с таким наслаждением и удовольствием, что вы себе просто не представляете. Лодка действительно небольшая, 6,5 метров, но при этом очень-очень дружелюбные хозяева, при этом очень приятно выходить в море и заходить в море, очень легко. Такое ощущение, что идешь на самокате, а не на яхте. Все делается просто, что называется, в полруки. Выход из марины, постановка парусов, все это совершенно вообще не вызывает никаких затруднений у даже одного человека. Я понимаю, что многие вообще могут сказать, что это и не яхтинг, что это игрушки какие-то, и настоящий яхтинг это по-другому. Но на самом деле, именно с такого яхтинга, именно с таких лодочек, и начинается комфортное погружение в яхтинг. Именно так вы сможете понять, что яхтинг это ваше. Именно так вы сможете понять, насколько это легко и просто. И что самое главное, это по карману вообще любому. То есть 50 евро за 2 часа катания на яхте, если вы уже прилетели в Испанию, ну куда уж дешевле. Вот к примеру, обратите внимание, насколько просто ставятся паруса. Никакого криминала не происходит. Никто не бегает, не кричит. Все происходит очень спокойно и легко, потому что на такой лодочке все действительно очень легкое. Можно все руками поправить. И если вдруг что-то пойдет не так, то ручная физическая сила с такой лодкой спокойно справится. На большой яхте так никогда не сделаешь. А здесь посмотрите, набили паруса, даже не используя лебедки. В одном из следующих видео я, конечно же, выпущу сам рассказ Володи об этой яхте. Немножко покажу ее изнутри. Покажу, что на ней можно не только вот так вот прогулочно выходить на пару часов, но и совершенно комфортно существовать. То есть в ней есть, допустим, туалет, в ней можно сделать кухню. Ее, кстати, предыдущий хозяин выбросил просто за ненадобностью. Она действительно безопасна. И несколько человек на ней могут совершенно комфортно расположиться и действительно понаслаждаться яхтингом. На не очень большой скорости. Но в любом случае это красиво. Это в наслаждении и это в кайф. Так что, друзья, обязательно обращайтесь напрямую к Володе. Если вы не дозвонились или не достучались до Володи, обращайтесь ко мне. Я вас все равно свяжу с Володей. Каким-то образом, в любом случае, вы до него достучитесь. И если вы приехали в Аликанте и собираетесь, допустим, взять там в прокат машину и съездить по соседним городам, то заезжайте в Таревьеху, заезжайте в Марину и получаете удовольствие. Вот два часа на воде получили удовольствие. По 12,5 евро срыло в час, что совершенно недорого для яхтинга. То есть кофе попить дороже будет. А если вы еще со своим тут винишком возьмете винишка дешевого в магазине, то вообще будет великолепно. Заберите, пожалуйста. То есть никто не продает на яхте ничего дополнительно. Если вы захотите свое взять, взяли спокойно. Нет, вина я налью, без проблем. Вот. И получили удовольствие. Полтинник двоих за два часа. Приехали, получили удовольствие, уехали, познакомились с интересными людьми, потом есть что рассказать. Машину арендовали в Аликанте, приехали сюда, отдохнули, получили удовольствие, уехали. И, ну, я не знаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дружите с людьми, с разными людьми, дружите. Смотрите канал интересный. Да, и подписывайтесь на канал «Ты капитан». Спасибо вам, друзья, и удачи. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok